11 час стал кирзов припяти так мы идем на задание аномальная активность посканировать местность улучшенным детектором сканеры ученых зарегистрировали аномальную активность к северу от бункера необходимо исследовать местность при помощи совершенного детектора детектора сварок который у нас есть только с помощью сварога можно выполнить это задание вышли радио переговоры так благодаря этому детектор мы видим вот эту аномалию без детектор мы ее не видим прыгаем туда это телепорт пофигеть оттуда народ вывалился мертвый плечо и все и почему-то квест закрылся а куда быстро делать все что получается мне надо сейчас человек непонятно что делать дальше наверно надо кличку ученым идти докладывать о том что здесь произошло просто квест взял и исчез у меня почему-то из дневника смотрим что-то стволы хорошие а велика вероятность что стволы в идеальном состоянии да стволы в идеальном состоянии их возьму на продажу так чей-то кпк кпк генерала таченко куда не пойди каждый раз возвращаешься в одно и то же место туман этот чертов привыкнуть невозможно невозможно чебурной исчезли с концами странно он отложил выход шестой день вода вышла вся оболковый свянулся двоих расстреляла и себе пулю вон я теперь один один внутри этой топаной аномалии терпло же меня устроить обрыв связи со штабом могли бы забрать а гензи а чё рыбалка не было бы никакого долга но правда интересно как бы всё повернулось только к чёрту капитан таченко уже мёртвый дом а генерал долго таченко сейчас войдёт скоро вернёт тундру матьев в места у богатой дичи какая вот справедливость вот такие вот долговцы оказывается нехорошие ребята на самом деле не такие уж они все хорошие какими себя изображают да так ну что я полностью нагрузился ну ка ещё я сейчас быстренько сбагрю у меня перегруз да опять значит от чего-то придётся отказаться я сейчас быстренько сбагрю весь этот хабар хабар правильно говорить наверное к торгашу и забегу к учёным доложить о том что а учёные здесь уже не нужны этот кпк нужно отдать либо либо свободовцам либо долговцам вот я их отдам пожалуй его отдам свободовцам потому что долговцам я уже помогал чтобы сохранилось так сказать равновесие чтобы ни одна из группировок не считала меня врагом нужно одновременно помогать и тем и другим по больше подходит как думаешь кого заинтересует правда об основателе долга Даже не знаю Это смотря насколько сильно Да правда отличается от того, что втирает нам Официальная пропаганда долга Ты инфу Локи передай, он тебе точно точнее скажет Локи это глава свободовцев Вот я ему и отдам Так, сбагриваем Все автоматы, что набрали За 4 автомата 7400, вы представляете За 4, если оружие в идеальном состоянии Оно очень дорого стоит За 4 автомата я сейчас 7400 заработал Это как 3 артефакта Практически выходит О, я еще где-то надыбал Аккумуляторы К гаусс-пушки Даже я сам не понял Откуда они тут взялись у меня Так, КПК я отдам Свободовцам, поэтому Идем к свободовцам Идем к главарю с работы Я нашел КПК основателя долга Интересует? Ну, если там не сказки для трехлетних Ух ты, как однако все интересно было Они тут на всю зону чепуху свою орут А у самих ручки Нужно изучить это как следует Слушай, я готов купить у тебя этот КПК За достойную сумму Держи Спасибо, вот твои деньги 4000 денег СГИ 5К Патроны 556-45 300 штук И задание выполнено История долга Передать КПК основателя долга Заинтересованным людям То есть я, как бы, получается Помогну в свободе И, как бы, сохраняю равновесие Я должен и тем, и другим Помогать, чтобы Быть Так, СГИ 5К Кстати, я представитель Относительно нового Семейства штурмовых винтовок Благодаря высокой надежности Точности боя И удобству в обращении Является одним из лучших Образцов вооружения Этого класса В зоне встречается нечасто И стоит немалых денег Обычно ее специально заказывают Для себя бывалые сталкеры Интересно, если его прокачать Он будет лучше, чем Он будет лучше, чем G36 Боеприпасы, кстати, те же самые используют Но у меня G36-то прокаченный А этот не прокаченный Слушайте, давайте я попробую Его прокачать И, возможно, я перевооружусь Я посмотрю, будет ли он лучше, чем Мой G36 в итоге Так, сохраняемся Если прокачка будет так себе, то Блин, этот чувак, по-моему, только первый уровень Модернизации делает Да Слушайте, знаете что? Мне очень правильный коммент Написали на ютубе Что у чувака У меня денег-то теперь навалом У чувака в Затоне можно заказать Снайперскую пушку Которая будет как винторез выглядеть Но при этом намного лучше Здравствуй Я, пожалуй, вот так и сделаю Я сейчас смотаюсь на Затон Заодно проверю вот этот автомат После прокачки Будет ли он лучше, чем ГП-37 Денег все равно море Вот Посмотрим Чтобы сделать скриншот Нажмите клавишу F12 Совет номер 83 Так, сперва проверим автомат Будет ли он лучше, чем ГП-37 Здорово Не понял А, ему надо водку дать Понятно Он отказывается Без водки никак Держи водку Ну Чтоб руки не дрожали Держи еще бутылку Это Чтоб работа спорилась Так И модернизируем СГИ-5К Да блин Что такое А Ну естественно Нужны предшествующие модификации Это же логично Что-то я туплю Отдача Точность Настильность Настильность Это как я понимаю Дальность Дальность стрельбы Так Вот теперь сравниваем Что из них лучше В итоге Слушайте Ну из ГИ-5К Получается лучше Чем ГП-37 После прокачки Он действительно стал лучше Подождите А оптику А оптику Я что не могу Сюда приделать Подождите Еще раз Без оптики Это не дело Ну не Ребят Без оптики Я не согласен Получается на него Нельзя оптику приделать Я сейчас попробую Купить парочку Я даже не знаю Это советский автомат Или это А это наверное Натовский Подождите Патрон Да че ты топчешься Сейчас попробую Купить Попробую Купить А у него нет В продаже Заразы Оптики нету Ладно Тогда загружаемся Значит мне не подходит Значит мне не подходит Эта пушка Я ее просто продам Загружаемся И продаем ее Там даже В модернизации Их даже нету Такого типа Возможность Установки прицела Нету Значит я продаю Ствол СГИ 5К Он дорогущий Должен быть 2200 Продаем Денег Просто куры не клюют У меня уже 114 тысяч Можно тогда Знаете Раз денег Куры не клюют Так патроны К винторезу Я беру За 630 Они не такие уж Частые Вот И Знаете Что мне Вот я говорил Мне еще Зритель подсказал Что Можно Можно заказать У Шустрого На третьем этаже Снайперскую Винтовку Лучшую в игре Она будет Как винторез Но лучше Так что давайте Приветствую Сталкер Попробуем Попробуем Сделать заказ Деньги есть Почему бы нет Так Значит Снайперское Оружие Так Могу достать За 24 Так Теперь ждем Привет брат Вот сколько Вот сколько Часов Я буду Спать Если сейчас 22-23 Значит Надо До 22 Я сплю Получается 23 с половиной Часа Заказ готов Смотрим Что за ствол Хоть бы как Винторез был Заказ выполнен Слушаю тебя Привет брат Блин Это не винторез Ребята Это СВУ 2А Так Это СВУ 2А Значит Загружаемся И будем Заказывать До тех пор Пока не получится Пока не придет Мне вот этот Винторез Хваленый Улучшенный Супер винторез Это не винторез На самом деле Это как мне сказали Только выглядит Как винторез Типа Убер пушка Убивает там Чуть ли не с одного Выстрела всех И причем Говорят Оружие Товар всяко будет Не волнуйся Просто позже Как говорят Оружие То есть Результат того Какое оружие Тебе пришлет Генерируется Именно на момент Заказа Не на момент Когда тебе приходит Сообщение о том Что заказ пришел А именно В момент заказа У Шустрова Заказ Привет брат Нет Отсюда будет Точно Никуда не справишься Блин Опять Это же Самая Хрень Опять Это же Самая Пушка Сколько Мне надо Будет Но я Попробую Сделать Пять попыток Если За пять Попыток Мне не придет Нужный Ствол То я Просто Плюну Уже Две Попытки Я Сделал Товар Товар Вся Будет Не волнуйся Просто Позже Ну Привет Так Третья попытка Сделана Блядь Рысь Еще Еще Две Попытки Осталось Это же Снайперские Винтовки То есть Они Производят Один Выстрел А винторез Который Меня Он Он Стреляет Автоматически Это Наверное Даже Лучше Так Снайперское Оружие Привет Брат Попытка Номер Четыре Ну Привет Да Вот Эта Штука Прибой Создан Для армейских Подразделений Специального Назначения На базе Бесшумной Снайперской Винтовки Винтарь Вест В сравнении С родителем Отличается Уменьшенным Темпом Стрельбы И повышенной Убойной Силой Это То что Надо Модернизируем Получается А тут Винтарь Соответственно Я продам Опять Ему Водка Нужна Что ты Будешь Делать У меня Так Скоро Водка Закончится Хотя В принципе У бармена Можно купить Без проблем Ну Чтоб руки Не дрожали Это Чтоб Работа Спорилась Ну Теперь У меня Точно Вундер Вафли Будет Надежность Настильность Отдача Практически Перецел 5х Высококонтрастный Прицел Отдача Ой Стихтихтих Подождите Отдача Настильность Настильность Это Дальность По идее Для снайперки Дальность Наверное Важнее Настильность Точность Удобство Плюс 15 Все Прокачал Вот это Теперь у меня Точно Так А какие Патроны Кстати Она Живет Патроны Винторезовские Стандартные Слушайте Я вот думаю Раз у меня денег Навалом Может быть мне вообще Эту снайперку Сделать основным оружием А для ближнего боя Оставить дробовик Как вам идея Может мне вообще От штурмового оружия Отказаться Да хотя нет Конечно Наверное Все таки нет Замерно Ну просто Мне хочется Винторез В деле Испытать Как говорится Да Какие артефакты Глаз Золотая рыбка Светляк У меня таких нет Будет чего Интересного Заходить Так Прихвачу Аптечки Халявные Прежде чем идти Скадовск Как вы Как мне Зрители Рассказали Оказывается Правильно Говорит Не Скадовск Скадовск Кстати Что там С этим С этим Сорокой Убили Вы его Этот Чувак Молчит Ну типа Я служу Здравствуй Так Здесь я Все дела Сделал Правильно Возвращаемся В Янов Хабар Правильно Говорите А не Хабар Как я привык Хабар Искадовск Часто Мне делают Замечания Так Пора похавать Я уже По-моему Два дня Не ел Вон Кушонки Решила Все проблемы Так Ну что Обычный Свой винтарь Надо Наверное Продать Винторез Привет Брат Как дела Охотники Продаем Винторез Наверное Да Сейчас я посмотрю По цене Понятно Что винторез Будет по цене Дешевле Все Музыкальная Пауза Подходи Врат У меня Так Ну допустим Вот Супер Прибой Который я купил Он стоит 13,5 А это Стоит 6 тысяч Ну то есть Винторез Явно хуже У него только Темп огня То есть Он стреляет Как автоматическая Пушка Винторез Продаю Так И кстати Надо патроны Скупить Если попадаются Патроны К винторезу Их надо Всегда Покупать Можно Кстати Было На самом Деле Заказать И этот И Экзокостюм Почему нет Уже У меня денег Навалом Че я не заказал Экзоскелет Экзокостюм Я не понимаю У того У Шустрого Ладно Если буду Зато Не закажу Экзоскелет Пока Обойдемся Так Мне снайперка Пока же Не нужна Правильно Так Значит Мне нужно Значит КПК Я отдал Свободовцам Какие у меня Квесты еще Есть Уничтожить Неизвестных Мутантов Мне нужно Заглянуть К ученым Потому что Они же Меня отправляли На задание Вот Узнать Что там На севере Творится Это же ученые Отправлялись Соответственно Логично Что надо Наверное С ними Поговорить На эту тему Хотя Я почему-то В дневнике У меня Про это Ни слова Это я получается Вот 20 минут Уже играю 20 минут Я занимаюсь Только хозяйственной деятельностью Квесты не выполняю Ну игра Такая Че поделать Это РПГ Прям натуральный РПГ По ощущениям Я От игры Это РПГ Это никакой Не шутер Это Чистокровный РПГ Подходите На месте Здравствуйте 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 Я Так Я по поводу Моего Участия Я хотел бы Помочь В проведении Замеров Вы согласны Помочь нам В полном Внешнем Сканировании Слушайте Нет Давайте я Давайте я размещу Правда Два этих Гребаных Артефакта Единственное Меня Ой Сканеры Единственное Меня напрягает Что время 350 Ладно И ночью Разместим Давайте еще Пару сканеров Разместим Я хочу Игру пройти На 100% Так Вы согласны Помочь нам В полном Внешнем Сканировании Да Я помогу Я знал Что внутренняя Сознательность И желание Помочь Науке В вас Победит Что ж Слушайте А лучше Конспектируйте Исследовательская Группа Сталкеров Будет проводить Замеры А вы будете Исполнять Роль сопровождающего То есть Охраны И проводника В труднопроходимых Местах Сталкеры Уже ждут вас Во дворе Удачи Поговорить С группой Сталкеров Которые Будут проводить Замеры Нужно выбрать К какой Аномалии Отправиться Так Сейчас будет Квест Где надо будет Отбиваться От монстров Защищать Сталкеров И на стриме У меня По моему Выжил только Один Либо вообще Никто не выжил По моему Я там Один остался То есть Довольно Сложное Задание На самом деле В идеале Нужно Чтоб все Выжили Но это Ну привет Очень сложно Сделать Кстати Уже Расцветает Это радует Готов Проводить Замеры В аномалиях Так Давайте Я сохранюсь Готов Если Ты будешь Прикрывать То всегда Готов В какой Аномалии Отправимся К плавням Блядь Блядь Чё за жесть Мы очутились Прямо посреди Прямо посреди Замбаков Как такое может быть Ну По идее Замбаки Должны напасть Постепенно Через какое-то время А не так Что оказались Прямо в центре Толпы Чё за бред Я даже Среагировать Не успел Кстати Вот я сейчас Почувствовал На своей шкуре Действительно Как Как ошибочно Было Всё-таки Не купить Экзоскелет Слушайте Давайте я вернусь Всё-таки На затон И куплю себе Экзоскелет Чё я мучаюсь У меня денег Просто Куры не клюют На чём Я вообще Экономлю-то Я пошёл За экзоскелетом Если бы у меня Сейчас был экзоскелет Мне бы вообще Было посрать На этих Я бы и не умер На этих Замбаков Срать Извинюсь за выражение Кстати Надо закупить Эээ Надо закупить Этих энергетиков Это займёт Буквально пару времени Пару минут времени Реально Здравствуй Привет, брат Сейчас я закажу Себе экзоскелет И буду вообще Беда Бед не знать Мне нужен экзоскелет Слушайте А с экзоскелетом Я не смогу Бегать Блин С экзоскелетом Я Бег он по-моему Хотя ладно Посмотрим Я его просто Уберу себе В сундук И всё Если Если он Возможно Чтобы бегать Нужна последняя Стадия Улучшения То есть Инструменты Для тонкой Калибровки Вот У меня таких нету Ну если нет Так значит Я его просто Уберу К себе Пока что В сундук И всё Ну типа Привет Ну привет Привет, брат Я хочу экзоскелет Хоть тресни Шустрый Это не ты? Нет, это прыгун Уйди с дороги Прошу тебя Привет, брат Здоров Так Экзоскелет Хотя можно и броник заказать Но экзоскелет То лучше будет Серьёзный выбор Думаю я мог бы Раздобыть его Боевую модификацию Но это обойдётся В 60 тысяч Не дёшево Но это снаряжение Стоит таких денег Учти 12 тысяч из них Будут мне нужны Прямо сейчас Держи Я свяжусь с тобой Когда заказ будет готов Ну привет Так, у нас сейчас 8.27 Спим 80 до 8 Заказ выпал Держи Вот он, красавец Экзоскелет боевой Одна штука Лучшая защита От пуль, когтей И осколков Которые только можно Найти в зоне Ну, исключая Понятное дело Бронетехнику Однако он Как и бронетехника Берёт на себя Вес твоего снаряжения В разумных пределах Конечно За 48 тысяч Забирай его с потрохами В смысле с аккумулятором И сервомоторами Держи Спасибо за заказ Спасибо за заказ Ну, что в руки не дрожали Это Чтоб работа Спорилась Так Броня Броня Плюс 10 Качаем В полную Броня Плюс 20 Прочность Броня Плюс 20 Кстати, смотрите Деньги-то уходят Какими-то темпами Быстрыми электрозащита термозащита давайте электрозащиту электричество как-то быстрее убивает количество контейнеров плюс один плохо что контейнеров всего два штуки маловато так вес бронежилета минус 10 килограмм си защита пнв второго поколения давайте писи защиту возьмем или пнв второго взять давайте пнв так ну чё получается бегать я в нем все равно не смогу сейчас попробую пробежаться над похавать на бегать к сожалению нельзя то есть я пока что он уйдет у меня на склад выходит так слушайте но можно зато заказать броник она броник уже денег у меня и нету на броник уже денег нету поэтому здравствуй сталки слушаю тебя возвращаемся надо нова ветра скадовск и будем зарабатывать опять денег потому что деньги я потратил мне 20 тысяч его осталось но этот экзоскелет никуда не денется когда я добуду инструменты для калибровки я поставлю добавлю возможность бега в него и будет чудо чудо техники блин я под выброс попал срочно внутрь хотя чем не бояться то мне таблетки есть почему все такое красное я не понимаю неужели из-за того что нам не бро экзоскелет да нет навряд ли там то красным не было ничего может какой-то глюк словил здоров он вроде все нормально стало так убираем экзоскелетик придется удовольствоваться севой так душу надо продать две штуки зачем она не две штуки алоха так ну чё все погнали погнали на какое задание вот с этими сталкерами поговорить с рукой stalker который будет проводить замер ну просто если я опять за чуть-чуть сейчас в гуще зомби как я должен там ничего не сделаешь такой ситуации но придем к план давайте начнем так ну давай как с плавней самый сложный раз там так сложно все о вот чем раньше закончим тем целее будет сейчас нормально ведь снег не очутили середине зомби надо отстреливать на подходах заранее ну где вот откуда они пойдут хрен его знает замер пошел похоже тут придется не с зомбаками а с кабанами драться судя по звукам вон они бегут и зомбак еще нарисовался здесь тихо еще немного подождем можно всего четыре бойца то есть надо запомнить четыре бойца не желательно просто потери были 5 открыт электромагнитное поле сканируется блин у нас один труп уже есть короче так и короче этот квест я не про не могу пройти удачный перри играть по миллиону раз я не буду сканирование электромагнитного поля закончена один труп к сожалению уже есть главное чтобы выжил я так понимаю вот этот начальник их не акустические данные зафиксированы по двум диапазонам по идее надо выдвигаться на вперед встречать мне подождем еще для гарантии не всегда понятно с какой стороны они побегут акустические данные по всем диапазонам получены да что будто чувак не помер и все еще чуть-чуть с измерением торсионного поля почти все сейчас на может быть последняя волна будет бегут вон они бегут встречаю я побежал не навстречу лучше пускай они меня чем чем чуваков сканирование торсионного поля закончена так с работой все пора выбираться хоть к черту что еще ждать учет первую точку один человек у нас погиб из четырех покойся с миром дружище привет брат сдается мне забот у нас тут больше не осталось пора нам отсюда выдвигаться тут замера готова двигаем дальше идем как закопатчик пепелищу блин а вот сохранится перед тем как идти сейчас опять очутимся в центре толпы так против удачно я не вижу вас где вы в кустах ни хрена не видно замер пошел откуда они могут появиться так слышу почему-то напарники вообще хер знает где оказались блин я не понимаю где уровень альфа бета и гамма излучения замерен я от своих ушел а я не я перепутал вот мои чуваки то куда я побежал еще огненные аномалии зараза у меня есть ощущение что звери наткнулись там на какую-то другую группу сталкеров наверху а электромагнитное поле сканируется да нет у нас все живы пока что ну из тех что были три человека эй они здесь выручай зомбаки зомбаки так первая волна отбита это по моему была первая волна давайте я сразу отберу их так это что радио защиты от радиации сканирование электромагнитного поля закончена ну если зомбари то они могут только с той стороны пойти да я слышу где то вон они уже идут с дробовика с такой дистанции шмаляется акустические данные зафиксированы по двум диапазонам ну отсюда их отстреливать как щенков можно это вообще не сложно вон еще идут никто не дрыгается вроде нет конечно вот та снайперочка была бы идеальным вариантом да твою ж мать ты где тут я что случилось видимо все да так у нас еще один труп осталось двое только из четырех у нас еще один труп к сожалению акустические данные по всем диапазонам получены акустические данные по всем диапазонам еще чуть-чуть с измерением торсионного поля почти все так еда всему голова сканирование торсионного поля закончена поскорее уже сколько можно так с работой здесь все пора выбираться хоть к чертовой бабушки но выбираться слушаю тебя вот так будешь знать кладем их всех сдается мне забот у нас тут больше не осталось пора нам отсюда выдвигаться готов двигаться обратно к бункеру даже не представляешь на сколько в таком случае выдвигаемся ну чё я потерял из четырех человек двух это лучше чем на стриме на стриме по моему то ли все померли то ли один остался я уж не помню замеры аномалии проведены нужно сообщить об этом ученым и забрать обещанную награду здравствуй удачи тебе здравствуйте да да я всегда рад видеть нового человека в нашем бункере вы получили результаты замеров аномалий от группы которую я охранял конечно я получил более чем достаточно данных честно говоря их объем настолько велик что понадобятся недели если не месяцы для полного сопоставления однако новиков уже вовсю используют результаты своих практических работах огромное спасибо вам за помощь хочу добавить что проведение замеров явно привлекло внимание мутантов и зомбированных пришлось потрудиться чтобы отбиться от них надо же как любопытно вы говорите реагировали на проведение замеров что же в таком случае гипотеза озерского про телепатическое восприятие мутантами разнотипных полей получает дополнительное подтверждение пожалуй стоит рассказать об этом самому озерскому а вот плата за проделанную работу вы действительно ее заслужили получено 7000 денег и получен предмет детектор велес ты говорил по поводу насчет расстановки сканеров сканеры в аномалиях уже передают информацию нам остается только собирать эти данные если хотите можете разместить еще пару сканеров мне не помешают дополнительные данные а наградой вам станет информация о появлении артефактов в аномалиях я согласен замечательно вам нужно взять у новикова сканеры и установить их в аномалиях координаты которых отмечены в вашем КПК в общем еще пару сканеров поставлю проходить игру так на 100% по возможности без фанатизма но по возможности получить у новикова сканеры которые нужно разместить в аномалиях Герман хочет собрать статистику появления артефактов поэтому размещать сканеры придется прямо в центре некоторых аномалий я должен получить сканеры для исследования аномалий держи Герман сказал выдать еще две штуки так он может кстати модернизировать мне костюм химзащиту радиозащиту увеличить пускай будет химзащита так приводим все оружие в норму так чем быстрее я закину в себя этот тяжелый груз тем лучше так так где сканер разместить значит следует разместить сканер в аномалии блин далеко как бежать то а что делать так а второй второй тоже далеко одинаково далеко оба так здесь нужно через деревню Капачи 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 я уже по моему полностью обследовал сейчас секунду я сориентируюсь так если я в бункере ученых короче побежали вот сюда для начала аномалия пепелище побежали туда в принципе че далеко тут карту от одного конца до другого может за пару минут пробежать если энергетики пить зомбарей к счастью здесь в этот раз нет вообще еще не успели видимо респануться вон один бегает где-то слева не буду на него внимать тихо 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 спокойно я совсем забыл что здесь же аномалии ну вот я добежал в принципе до первой аномалии уже кстати артефакт есть что ж такое так у меня есть по моему артефакт защиты от огня термозащита надеваем его и кто-то это зомбаки прикиньте давайте гранатку туда кинем просто им под ноги все еще немного не понял им еще все равно да живучие гады так ну во первых я хочу за одной артефакт взять раз уж я здесь артефакт летает как как птица просто здесь так сканер я установил теперь осталось поймать артефакт так вот он есть есть слушайте если я здесь недалеко то давайте сходим обнаружим беспилотник тут где-то беспилотник находится недалеко давайте к беспилотнику сгоняем раз не здесь уж мы вот он видите упавший беспилотник обыскать летательный аппарат из беспилотного разведчика удалось извлечь модуль памяти чтобы получить доступ к информации необходимо ее разблокировать так модуль памяти заблокирован да модуль памяти извлеченный из беспилотного разведывательного аппарата аппарата несмотря на крушение носителя модуль памяти работоспособен но к сожалению заблокирован но я так понял это к технику нужно будет отнести так и следующее следующий тут где тут еще кстати тайник недалеко должен быть где-то вот в том районе должен быть тайничок если верить карте в кустах что ли секунду а тайник не здесь тайник тайник вот здесь вот не подождите секунду я еще раз посмотрю ну да тайник находится вот здесь вот давайте туда сходим только не указано где именно если в кустах то его запаришься искать ладно хрен с этим тайником я сейчас буду деревья в кустах практика показать что невозможно ничего толком найти так и давайте сразу побежим следующий сканер размещать вот здесь вот другой конец карты но опять же говорю добежим быстро что прошу да 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 нам Не буду вмешиваться, меня это не касается Так, вот здесь вот тайник Еще один на карте, видите, появился Давайте его заберем Раз что он открытым текстом Зеленым цветом горит на карте Так, ух ты, тут много чего Ствол на продажу Это все деньги живые Отлично Вот за этот ствол я тысячи полторы точно выручу Так, тут я еще и артефакт сейчас пособираю Так, сканер установлен Сканер установлен, сейчас я тут артефакт поищу Наверняка уже что-нибудь появилось Так, у меня, кстати, есть артефакт химзащиты, по-моему Нет, артефакта химзащиты, кстати, нету Вообще нету артефактов, получается, здесь Так, ладно, все, возвращаемся к ученым Кстати, по пути надо заглянуть в Скадовск Ой, господи, Скадовск В Янов И отдать радиомодуль, технику Чего его с собой таскать-то? Техник его, как я понимаю, дешифрует Мы узнаем, что же там было Для чего он там летал Что там он снял Ты можешь разблокировать модуль памяти? Думаю, да В таком, правда, я еще не копался Это часа три мне нужно будет, не меньше Но покопался бы с удовольствием Возьму немного, тысячу всего Время терпит, по рукам Отлично, тогда я заработаю Ты вот что, ты сильно не торопись Я как закончу, сразу сообщу Слушайте, давайте три часа подождем Я сразу этот вопрос закрою Вы не можете спать, у вас высокая радиация Так, сейчас время 17.19 Значит, до 21 надо поспать Модуль памяти разблокирован Ой, как много я аптечек с собой таскаю Выкладываем У меня просто какое-то невероятное количество аптечек уже Причем армейские, научные И каких только аптечек нету Так, и ствол надо продать И велес надо продать За ствол 1900 Очуметь Велес Патроны, аккумуляторы, гаусс-пушки Я забыл выложить Ты заглядывай, тут весело Выкладываем аккумуляторы к гауссу Сколько я уже накопил? Я уже два Ну, двадцать получается Только двадцать аккумуляторов у меня На самом деле Думал, будет побольше Но на самом деле и так сойти Ладно Так, забираем расшифрованный Радиомодуль Ну что, разблокировал модуль памяти? В смысле? Ты что, модуль не получил? Ну дела Наверное, Сенька и разминулся Посылал его с модулем тебе навстречу Ну ладно, черт с ним Я на словах расскажу Там кроме замеров рельефа И плотности растительности Были координаты трех радиомаячков Сейчас я их тебе Так, задание выполнено Получены координаты тайника До встречи То есть получается все, что я получил От этого беспилотника Это координаты трех тайников То есть не очень интересно На самом деле Так, ну что Следующее задание Это уничтожить мутантов В восточном туннеле Продолжим в следующем часть Всем пока Субтитры создавал DimaTorzok